используют уйгуров в качестве подопытных для различных экспериментов, точно так же, как крысы используются в лабораториях. «Мы разместили камеру обнаружения эмоций на расстоянии 3 метров от объекта», — рассказал он. «Она похожа на детектор лжи, но имеет гораздо более совершенную технологию». Он также рассказал, что офицеры использовали удерживающие стулья, которые часто устанавливаются в полицейских участках по всему Китаю. Ваши запястья зафиксированы металлическими ограничителями. «То же самое делается с лодыжками», — сказал он. Система искусственного интеллекта обучена обнаруживать и анализировать даже мельчайшие изменения в выражении лица и порох кожи. По словам инженера, программа создает круговую диаграмму, в которой красный сегмент представляет собой негативное или тревожное состояние души. Программное обеспечение предназначалось для предварительного судебного решения без каких-либо достоверных доказательств. Это не единственное нововведение Китая для уйгур. По словам Даррена Байлера из Университета Колорадо, уйгуры должны предоставлять образцы ДНК местным властям, проходить цифровое сканирование, и большинству из них придется загружать правительственное телефонное приложение, которое собирает данные, включая списки контактов и текстовые сообщения. Система собирает информацию о десятках различных видов совершенно законного поведения, в том числе о том, выходят ли люди через черный вход, они парадные, заправляют ли они бензин в машине, которая им не принадлежит, рассказывают правозащитники. Власти теперь размещают QR-коды у дверей домов людей, чтобы они могли легко узнать, кто должен быть там, а кто нет.